Привет! Сегодня я хотела бы показать вам плюсы использования F-Watch и расписания игр, также известного как Game Schedule, в многопользовательской игре. Первое. Автоматическая загрузка необходимых модов. Никакого больше поиска модов в интернете. Просто нажмите на кнопку «Скачать моды» и подождите. Второе. Автоматическое подключение к серверу. Никакого больше ввода IP-адреса и пароля. Просто нажмите на кнопку «Подключиться». Третье. Автоматическое подключение к голосовому чату при условии того, что TeamSpeak или Mumble запущены владельцем сервера. Никакого больше переключения между вкладками, поиска нужной программы и ввода адреса и пароля. Четвертое. Автоматическое отключение пользовательских файлов, например, текстур или звуков, если необходимо. Никакого больше переименования файлов вручную после неудавшегося подключения. Пятое. Автоматическая обработка имен файлов модов. Вы будете подключаться с правильными модами, даже если вы переименовали их. Имена файлов будут автоматически изменены сервером при необходимости. Больше никакого переименования вручную. Шестое. Автоматическая обработка миссий в папке мода. При загрузке мода подгружаются и миссии, что означает никакого больше ожидания на экране брифинга, если есть человек с плохим подключением. Седьмое. Автоматическая обработка обновлений для модов. Никакого больше многократного опомещения всех апатчей, при том, что половина игроков это просто не увидит. У всех будут одинаковые файлы. Восьмое. Автоматическое подключение к серверу вовремя, при условии того, что это состоится в тот же день. Никаких больше опозданий. В заключение хотел бы сказать, что создание многопользовательской игры в Operation Flashpoint было довольно муторным, но я думаю, что я это исправил. Я пользуюсь этой системой, чтобы играть со своими друзьями, и я очень рад этому. PostScriptum. Установка некоторых модов может быть довольно сложной, но вам не нужно волноваться об этом. Когда я пишу скрипт установки, я использую как можно больше зеркал, я сортирую миссии, катсцены от островов, файлы типа README в правильные папки, я добавляю широкоэкранный интерфейс, меню действий и чат, я делаю частичную замену файлов в архивах, чтобы уменьшить количество загрузок. Спасибо за просмотр!